Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, где на ежедневной основе, в том числе и выходные, мы постим конкретные торговые рекомендации, друзья, вам в помощь. Сегодня традиционный для понедельника состоится вебинар, скажем так, двойной эфир и на нашем канале на ютюбе и, соответственно, для тех, кто смотрит нас в формате, слушает, скажем так, в формате голосового стрима в телеграме. То есть, опять же, ключевая тема, которая будет сегодня обсуждаться по старой доброй традиции. Это та тема, которую выберете вы в течение сегодняшнего дня в нашем телеграм-канале. Мы проведем соответствующие опросы и голосования. Но, учитывая то, что сейчас на финансовых рынках происходит, немножечко как бы подтолкнуть вас, друзья, было бы неплохо обсудить перспективы серии защитных активов доллара и золота. Если вы разделяете со мной такую точку зрения, голосуйте как раз за эту тему и сегодня мы поднимем, прежде всего, ее. Ну что, это неделя. Это, безусловно, по-прежнему обсуждение ситуации в Восточной Европе, потому что это тема, с которой вынуждены считаться все, поскольку именно она формирует рыночные настроения. То, что происходит с риском, то, что происходит с защитными активами. Некоторое время назад мы очень правильную стратегию, друзья, выбрали, когда предпочли не распыляться на динамику риска, а сфокусировались на том, что должно пользоваться спросом. Это на долларе, на золоте. Было несколько идей по сырьевым инструментам, в частности, по рынку нефти, по бренду WTI. Я рекомендовал покупать эти активы, потому что фундаментальный фон посылал нам однозначные сигналы того, что именно так и нужно поступать. Сегодня, очередную неделю, мы с вами открываем, по сути, сделав долгосрочные цели. Я, признаться, не ожидал, что так быстро мы увидим те уровни, которые сейчас фиксируются по золоту и по рынку нефти. Но есть то, что есть. В данном случае спекулянты, инвесторы, которые ставили на розолота и нефти, явно не расстраиваются. В ходе этой недели буду держать вас в курсе и дальше. И нам с вероятностью практически 100% нужно уже, друзья, смотреть на значения более высокие. Давайте начнем сперва с доллара. Индекс американской валюты сейчас в котировке 98.84. Это майские максимумы с 2020 года. Это тоже только лишь начало, поскольку фон более чем сигналит нам о том, что доллар остается тем самым инструментом, который позволяет диверсифицировать все инвестор портфелей. И то, что сейчас американская валюта растет, это заслуги, нежелание трейдеров рисковать, повышенного спроса на защиту, соответственно, защитные свойства доллара. Это выступление Паула на прошлой неделе, который, в принципе, дал нам понять, что предстоящие заседания американского регулятора, это уже следующая неделя, 15-16 марта, это та самая дата, скажем так, когда ФРС вступит на путь проведения более жесткой монетарной политики и повысит процентную ставку. Причем, если мы сейчас обратимся к инструменту FedWatch, посмотрим, проанализируем, рыночные ожидания, увидим, что большинство тех, кто участвовал в опросе, экспертов, аналитиков, которые высказывают свою точку зрения и закладывают в котировки мнение, считают, что ставку поднимут на 25 базисных пунктов. Якобы это минус для доллара, потому что ФРС должен был бы поднять ставку на 50 базисных пунктов, а тут, по сути, первый шаг ужесточения монетарной политики и вдвое ниже прежних ожиданий. Коррекцию, конечно же, внесла ситуация в Восточной Европе. Но, друзья, 25 базисных пунктов, поверьте, это все равно шаг в сторону ужесточения монетарной политики. До конца этого года ФРС поднимет ставку, пусть даже вот таким шажком, в 25 базисных пунктов раз 5-6. Этого достаточно будет, чтобы отправить ключевую ставку выше 1,5%, и этого будет более чем достаточно, чтобы доллар пока что сохранил за собой вот эти лидерские качества. Точно, ФРС не свернет с пути, ставка будет поднята, явно способствует этому статистика, оправдывает вот это решение по ужесточению монетарной политики. Посмотрите на последний релиз Non-Farm Perils, почти 700 тысяч новых рабочих мест против позапрошлого месяца, когда прирост составил 481 тысячу. Прогноз был 400 тысяч, то есть с натяжкой почти в два раза лучше реальная цифра. Оровень безработицы 3,8% из 4%. Еще чуть-чуть, и опять же, таким темпом, как прошлый месяц, месяц другой, и мы увидим показатели по уровню безработицы, которые наблюдали до начала пандемии. То есть в конце 2019 года. Поэтому, конечно же, американский регулятор может оправдать хорошим состоянием экономики вот этот шаг по росту процентной ставки. И, может быть, еще важнее, ему придется повысить процентную ставку, потому что инфляция зашкаливает. 7,5% по итогам января-феврале показатель будет уже выше. И на этой неделе, кстати, друзья, мы как раз получим февральские цифры. Я думаю, что индекс потребительских цен улетит выше 8%. Отсюда, опять же, бычая динамика в приоритете. Золото 1985, хай было 2000 долларов за тройскую консию. Мы цели уже сделали. Сейчас я не рекомендовал бы залазить в золото. Скорее всего, будет коррекция. Там найдем более оптимальную точку входа. Но деньги текут рекой. Вот этот актив, ETF, взаимные фонды, хедж-фонды аккумулируют неимоверное количество средств. Только за прошлую неделю 1,7-1,8 миллиарда долларов. Это, по-моему, максимум за все время наблюдения за статистикой. За недельный период времени, когда столько денег было вложено в золото. И динамика этого актива, конечно же, оправдывает интерес со стороны инвесторов. Бренд 130 долларов за баррель. Кстати, сегодня, если вам эта тема особенно интересна, в моменте можете голосовать за нее. И уделим ей также достаточно внимания в ходе моего сегодняшнего вебинара и голосового стрима. Ну а если крупными мазками золото растет на фоне опасений, связанных с ожиданием еще большего дефицита предложения, отказа многих российских партнеров от покупки российской нефти, опять же, я делал акцент на то, что это связано не с какими-то моральными умеждениями, это связано просто с элементарными понятиями экономической целесообразности и ведением бизнеса. Сейчас покупка российской нефти сопряжена с колоссальными рисками и с просто безумными коэффициентами по страхованию за счет геополитических опасений, которые присутствуют. Это касается нефти, перегона ее через нефтепроводы и поставки через морские перевозки. Аналитики JP Morgan уже прогнозируют, что при такой динамике, при неизменности новостного фона, бренд, друзья, подорожает до 185-200 долларов за баррель. И еще пару активов, на которые стоит обратить внимание, это по-прежнему среди рисковых инструментов S&P и биткоин, которые я держу в коротких позициях, S&P и биткоин как раз снижаются, друзья, как и ожидалось. S&P 4282 пункта, цель 4000 остается, биткоин 38000, цель 30000. И рекомендую посмотреть еще на пару доллар-канадец 1.2707 сейчас и ждать уже тест поддержки 1.25. Такая дорогая нефть вкупе с жесткой позицией канадского регулятора, который на прошлой неделе повысил ставку и будет делать, скорее всего, это дальше на последующих заседаниях, создает очень хорошие условия для такого долгосрочного шарта. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей вам торговой недели. Всем пока, друзья.